Слушайте, вот у нашего народа всё-таки память короткая. Они уже на завтра забывают о том, что случилось вчера, и с новыми силами начинают кричать о величии непокорённой русской нации, о том, что до нас никто никогда не победит. Конечно, не победит, потому что мы сами лучших врагов оное сделаем. Наткнулся тут на одно информационное сообщение, которое всего четыре с небольшим года назад болталось в топах. Об этом писали все, без исключения российские СМИ, и вот сейчас держитесь за что-нибудь, попробую освежить вам память, готовы? Вот оно. Самая большая и уютная тюрьма в мире открывается в Санкт-Петербурге. Представляете, о чём тогда, в 2015 году, пропагандисты с гордостью рассказывали всем нам? Не завод открывать собирались, который дал бы тысячи рабочих мест и миллионы налогов. Ни крупнейший университет на планете. Ни больницу и ни детский сад международного уровня тюрьму. Самую большую в мире. Это, по-моему, всё, что нужно знать о российской власти, вернее, о её приоритетах. Наверное, где-то в другой стране люди бы возмутились после публикации данного материала в национальных СМИ. А Ваня! А Ваня через 26 месяцев пошёл и проголосовал за эту власть. Ещё через два года, минувшим июлем, снова это сделал. Видимо, своё будущее. А настоящие патриоты-россианцы как раз вот с такими учреждениями связывают. Испанский стыд. Начинаем! Ну и вернёмся в день сегодняшний. В минувшие выходные родное государство снова продемонстрировало всем нам, что мы для них просто мусор. Нет, я не стану сейчас по тысячному разу пересказывать вам истории о том, что случились очередные массовые протесты. На сей раз не только в Хабаровском крае, в других городах страны сие действия тоже наблюдалось, что пропагандисты опять брехали. Мол, ничего не было, но вооружённые солдаты Урфина Джулса зачем-то это ничего не было разгоняли при помощи кулаков и дубинок. Как так? Ничего же не было! На другом хочу акцент сделать. Забавно было наблюдать совершенно обратную реакцию властей уже на следующий день, когда по всей стране на улицы вышли десятки и даже сотни тысяч десантников, причём в отличие от мирных граждан, что действительно тихонечко кормили голубей накануне, десантура так гуляла далеко не всегда мирно. Ну вот, например, Москва, парк Горького. Свою бороду скрыть, блядь! Успокойся! Свою бороду скрыть! Товарищи десантники, пожалуйста, внимательно! Товарищи десантники, пожалуйста, внимательно! Я отойду, я отойду! Справедливости ради скажу, вот этот вот человек с бородой, профессиональный подминтованный провокатор, впрочем, не в этом дело. Согласитесь, случись подобная, пусть и очевидная провокация на митинге, куда бы вышли женщины и подростки с интеллигентами, бравые бойцы московской полиции, доблестные росгвардейцы, тут же продемонстрировали своё неоспоримое преимущество перед слабыми и беззащитными, но здесь-то как быть? Десантники пластиковыми стаканчиками бросаться не станут и кричать «позор, позор» тоже. Эти ребята на удар кулаком отмечают двумя, собственно, оно и произошло чуть позже, когда один дурачок среди стражей порядка всё-таки нашёлся и решил показать, что он типа власть. Ага. И вот тут вся крутость крутанских космонавтов куда-то улетучилась. Они предпочли с билетами договариваться. Ух ты. Подождите, а как же? Граждане, эта акция не согласована. Разойдитесь, иначе мы вынуждены будем применить силу. Кстати, угадайте, сколько задержанных было по итогам тех несогласованных массовых гуляний и даже потасовок со стражей порядка? Сколько протоколов составили? Сколько штрафов выписали? Нисколько. Ноль. Зеро. Может быть, пропагандисты хотя бы возмущались и кричали о нарушениях? Да в разгар-то. Коронавирусной пандемии тоже нет. А чего ж так? Это реальная журналистика в борьбе за гетто. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Люди добрые, есть очень много матерей. Мне приятно смотреть ваше лицо. Мне приятно смотреть, когда вы, за одного человека, душа болит. Дамы и господа, огромное спасибо вам за вашу поддержку, за то, что не остаетесь равнодушными. Мы, в свою очередь, постараемся не подводить вас. Ситуация на Дальнем Востоке до сих пор продолжает оставаться непростой, поэтому наша съемочная группа, во всяком случае, пока будет работать там дальше, чтобы держать власти в тонусе, чтобы не допустить беспредела, в связи с чем, еще раз прошу, помогите и вы нам, к сожалению. Мы живем в материальном мире. За перелеты, проживание, питание, передвижение и так далее приходится платить. Мы не просим миллионов. Кому не сложно, у кого есть возможность, реквизиты я оставлю в описании. Спасибо еще раз. А почему такое происходит? Вот слышу, вы меня спрашиваете. Одним можно, а другим нельзя? Да потому что наши правители, они не только лживы, они еще и трусливы. Ребятишки прекрасно понимают, что их цепные псы остаются грозными волкодавами, пока воюют с зайцами. Ну там, на сопляка или на тетку с дубиной это одно. А вот получить ответочку от мужиков, которых учили именно воевать, тот типа боец. Нет, он так со своим нанимателем не договаривался. Нафиг ему это нужно? Хочу обратиться ко всем десантникам. Хочу обратиться ко всем ветеранам боевых действий. Хочу обратиться ко всем братишкам из спецназа. За помощью, чтобы защитить наш обычный народ, защитить наших стариков, защитить наших жен, защитить наших матерей. Или вот история с депутатом Мосгордумы Галяминой сейчас разворачивается. Напомню. Галямина со товарищей пару недель назад подписи на Пушкинской собирали. За отмену результатов плебисцита это не было митингом. Или любой другой протестной акцией, как и гуляния десантуры, кстати. Но женщину сейчас собираются судить по уголовной статье. Пять лет та статья предусматривает. А почему же так несправедливо? Да потому что за нее кто выйдет? Да избиратели. Сопляки, интеллигенты и снова тетки. А бери там, пойди, предъяви за беспорядки в их праздник. Такой шум поднимут, что Франция детским лепетом покажется. Конечно, кто-то мне сейчас возразит, мол, ну те же десантники не всегда 2 августа празднуют. В остальные-то дни живут среди всех нас. И видят, что происходит. И вот тут я вам возражу. Не видят. Как и большинство россиян. Почему? А потому что режим сделал все, чтобы одурачить людей по максимуму. Но главное достижение, конечно, нас загнали в нищету. Люди просто не знают, что бывает другая жизнь. Многие из вас пробовали Буабес. А он существует. Многие из вас бывали за границей. Как часто? Лишь 7% россиян имеют загранпаспорта. Ездили по ним куда-то пять. Сравнить-то нечем большинству. Можно, конечно, отлично провести время там в выходные, в праздники в родном городе, театр, ресторан, боулинг. Но тоже стоят денег. Сколько народу может позволить себе делать это на регулярной основе? Вот столько. А посему единственным источником развлечения, как и при совке, остается телевизор. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в Москве, в Большом Кремлевском дворце, открылась девятая сессия Верховного Совета СССР, десятого созыва. Продолжительными аплодисментами, стоя, встретили депутаты и гости товарищей Алиева, Боротникова, Горбачева, Гришина, Громыко, Кунаева. Но даже здесь режим постарался во имя себя, даже это пространство зачистили, оставив в ящике только 20 правильно ориентированных каналов. Я сейчас про глобальную аферу с цифровым ТВ, ну а дальше свое дело сделала, изречная русская любовь к халяве на пальцах. Смотреть спутниковое телевидение дорого, оборудование купи, ежемесячно плати, чуть дешевле кабельное. Но не везде есть и тоже стоит, а тут такое заманчивое предложение от слуг народа поступило. 700 рублей приставочка и 20 телеканалов. В отличном качестве, а главное, бесплатно. Как думаете, что выбрал среднестатистический россиянин в итоге? К слову, чтобы вы испытали всю прелесть от того цифрового ТВ, я вам рекомендую посвятить один день вашей жизни на то, чтобы это посмотреть. Настоящий излучатель, способствующий скорой деградации, по-другому я оное назвать не могу, вот и думайте теперь. Что люди видят, а чего нет, что интернет, точно он же еще существует. Но и тут я вас расстрою. Те, кто плотно сидят на Останкинской игле, они в интернет дальше одноклассников не ходят, поскольку не знают, что там существует еще что-то. Да, как-то так. Все, это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok